Семь центров помощи и спасения построены в Сибири и на Урале в рекордно короткие сроки – всего за полгода. С момента открытия специализированных медучреждений удалось вылечить почти четыре с половиной тысячи пациентов. Небольшая весенняя передышка, когда казалось, что ковид отступил, закончилась. Поступает где-то 10-20 пациентов. У меня смена сутки. Бывает так, что большая очередь из скорых. А пациентов очень много. Сейчас действительно как будто бы идет третья волна. Пациентов намного больше. В основном сейчас пациенты поступают с низкой сатурацией. То есть насыщенность кислорода в крови приблизительно где-то 90-95%. На контроле не только сатурация. Здесь следят за всеми жизненно важными показателями. Ведь ковид-19 сказывается на работе всех систем организма. Кстати, среди самих сотрудников центров почти не осталось тех, кто не переболел коронавирусом. Я от больного заразился, у которого мы не знали, что коронавирусная инфекция. У него было несколько заболеваний. В том числе клещевой энцефалит. Его укусил клещ. Он работал в лесу. И казалось, что где он, там у него небольшая бригада, и вот где он мог заразиться. А потом, когда пришли анализы, у него оказалась коронавирусная инфекция. Ужас это то, что в отличие от других вирусов, тут в патогенезе идет эндоваскулит. То есть воспаление внутренней оболочки сосудов. Вследствие чего образуются тромбы. Ну и опасны вот эти тромбозы. Особенно у пожилых людей. У больных с сопутствующей патологией. Развиваются эти осложнения очень быстро, непредсказуемо. Быстро развивается и сама болезнь. В Центре помощи и спасения Ачинска оказалась семейная пара. Сначала слегла Ирина Николаевна. И сразу в реанимацию. Рассказывает, что болезнь проходила очень тяжело. В первые сутки думала, что уже никогда не выйдет из этих стен. Было очень страшно. Постоянная тошнота и ломка в теле не давали расслабиться. Через неделю в Центр попал и ее муж Владимир Яковлевич. О том, как он победил страшную болезнь, особо не рассказывает. Говорит, что больше переживал за жену. Они вместе уже 40 лет. Они ее выточили натурально с того света. Прямо за уши с ямы. Это я вам говорю. Я был здесь, я знаю. Сегодня четвертая неделя пошла. Здесь это хозяйка. Чистота, порядок, все классно. Ормежка, отличная ребята. Даже ничего. И низкий поклон всему коллективу. Вот просто честно. Кто не был здесь, не знает. А мы были, мы знаем. С каждым днем в Центре помощи и спасения поступает все большее количество пациентов. Вирус мутирует и, похоже, сдаваться не собирается. Одна из причин очередного всплеска заболеваемости, считают медики, в том, что люди стали забывать об элементарных правилах безопасности. Не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Все это необходимо делать. Так же, как и ставить прививки от COVID-19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова